Эта земля была каким-то образом отчуждена, продана в частные руки. После этого ее разделили на наделы, выставили на продажу публичную. Известный Ахунский сосновый бор в Пензе. На особо охраняемой природной территории с лета прошлого года началась массовая вырубка деревьев. Теперь это частные земли. Но речь сейчас не о наших соседях. Это лишь пример того, что может произойти и у нас с Кумысной поляной. Теперь это не природный парк, а памятник природы. На первый взгляд ничего не меняется. Кумыска по-прежнему носит статус региональной ООПТ, особо охраняемой природной территории. Однако на ближайшем заседании областной думы депутаты рассмотрят проект регионального закона о передаче Кумысной поляны муниципалитету. С 1 января 2022 года изменяется законодательство. Вся площадь, которая была, она остается так же. Само учреждение, как имущественный комплекс, передается в город, необходимо создать лесничество. Лесничества сейчас нет. Мы переписывались с Рослесхозом. Они говорят, земли населенных пунктов, значит, должно создать город. Город нам говорит, а как мы создадим земля области? Передать ее нам. Вот как только мы передадим, так они все сделают. Будет образовано Саратовское городское лесничество, которое будет заниматься управлением лесами, которое расположено в границах муниципалитета, и будет создана еще одна организация, которая будет заниматься мероприятиями по охране лесов от пожаров, по защите от болезней, вредителей и воспроизводству лесов. Памятник природу Кумысная поляна – это особо охраняемая природная территория регионального характера. Поэтому следить за условиями охраны будет продолжать Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области. Соответственно, и за краснокнижными обитательными, редкими животными и растениями, произрастающими на данной территории, будет следить Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области. Основная функциональная зона Кумысной поляны – природоохранная. И от всей территории она составляет 91%. Она не подлежит никаким видам изменений. Здесь должно быть только сохранение растительного и животного мира. Серым и желтым цветом на карте обозначена зона рекреационного обслуживания и туристская рекреационная зона соответственно. Строительство возможно только в последней зоне, и то это должны быть только спортивные и туристические объекты. Не ИЖС, пояснили в региональном министерстве природы. Однако экологи все же опасаются, что смена статуса Кумысной поляны состоялась не зря. И региональный проект закона ставят под сомнение. Изменение статуса может привести к освоению территории Кумысной поляны. И действительно, 1 декабря 2021 года было принято постановление правительства номер 1033-П, который как раз содержит один из пунктов, где написано, что земельные участки Кумысной поляны могут предоставляться в бессрочную аренду физическим и юридическим лицам. Мы опасаемся, что как раз смена статуса приведет к деградации этой территории. Памятник природы имеет более низкий природоохранный статус с точки зрения существующего, действующего законодательства. Если посмотреть на федеральный закон номер 33 об особо охраняемых природных территориях, там про это как раз написано. Передать Кумысную поляну на местный уровень в статусе природного парка нельзя. Однако, если ему придать статус памятник природы, такого запрета прямого нет. Отличается правым регулированием. То есть, если на территории памятника природы у кого-то на праве собственности были земельные участки, то он этими земельными участками продолжает пользоваться, они могут не изыматься. А природный парк при наделении статуса природного парка какой-то территории, там земельные участки, все которые находились в собственности частных лиц или муниципального образования, могут быть изъяты для государственных нужд, для того, чтобы обеспечить высокую цель защиты этой территории. В ближайшее время территорию Кумысной поляны будут увеличивать. 800 гектаров присоединят со стороны заводского района, неподалеку от поселка Тепличный. Саратовские экологи и общественники направили открытое письмо Федеральное министерство природных ресурсов и Генпрокуратуру Российской Федерации в защиту Кумыски. Они считают, что без жителей такие вопросы решать нельзя. Кумысная поляна, она принадлежит всем нам. Эта территория, она уникальна для всех жителей Саратова. Кто-то занимается спортом, кто-то отдыхает, катается на велосипедах. Студенты, ботаники, экологи проводят там практики, проводят какие-то исследования, пишут дипломные работы. И очень бы не хотелось ее потерять, как это произошло в Пензе. Мы абсолютно не защищены, потому что лукавая власть выдумывает различные комбинации. Они эти участки отчуждают, а потом через 2-3-4 года все это без шума узаканивается, и люди теряют территорию, которая находится под охраной или регионального законодательства или федерального. Это правда. Вот так работает эта схема. Она продолжает работать.